Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас замечательные гости. Мириам Гурова, который живет в прекрасном городе, недалеко от Иерусалима, поселении, наверное, точнее, Ногдим, из которой мы сегодня хотим обсудить очень важную для нас тему. 75 лет государству Израиль. И поэтому, прежде всего, хочу, Мириам, поздравить вас и поздравить всех наших слушателей. 75 лет государству Израиль. Как вы чувствуете себя сегодня? Ну, я очень рада, что государству Израилю 75, что я из этих 75 уже 32 года. Вот исполнилось совсем недавно, 32 года со дня нашей Алии, нашего восхождения в Израиль. И так, что 32 года я делю судьбу страны. И еще если учесть те годы, которые мы мечтали о том, чтобы попасть в Израиль. Вы знаете, мне всегда смешно все-таки, когда люди говорят 75 лет Израилю. Ну, вы же человек Торы. Вы же понимаете, что Израилю на самом деле гораздо больше, несколько тысяч лет. И плюс 75 лет новейшей истории Израиля, так скажем, да? Израилю, конечно, более трех тысячелетий. Это, понятное дело, Иерусалиму одному больше трех тысяч лет. Но это 75 лет чудо возрождения государства, которое было разрушено два тысячелетия назад. И это совершенно беспрецедентное историческое чудо. Потому что возвращение народа на свою историческую родину два тысячелетия спустя. Народ обычно теряет свой язык, свою культуру, свое прошлое. Теряет себя и исчезает. А еврейский народ не исчез. Не исчез, возродил язык, вернулся на свою землю. Это действительно чудо. И это чудо, которое с первого дня появления нашего здесь. Я говорю нашего, потому что мы вдвоём с моим мужем, тогда молодые, молодожёны. А Аароном Гуровым, которого многие знают как Аркашу Гурова, мы вернулись вот когда в землю предков. Ведь мы возвращаемся в землю предков. Более того, когда я начинала учить иврит под его руководством, я ему сразу сказала, у меня очень плохие отношения с иностранными языками. А Аркашин мне сказал, что иврит не учат, его вспоминают. Поэтому ты не волнуйся, ты начнёшь учить иврит, и он у тебя начнёт вспоминаться. Я знаю, что вы режиссёр. По образованию режиссёр музыкального театра, то есть мюзикл, оперета, опера, комическая по большей части. День независимости Израиля, как я уже сказал, он следует за Днём памяти павших. Это люди, которые защищали свою родину в боях, в войнах за будущее Израиля. И также это день, который мы отмечаем, гибель граждан Израиля, которые погибли в результате террористических атак. Итак, я, Мирьям, помню тот день, когда убили вашего мужа. Я помню, потому что мы писали об этой трагедии в газете «Еврейский мир» много лет назад. И имел часть познакомиться с вами позже. Как для человека, который переживает это не извне, а изнутри, как праздновать День независимости Израиля, когда все смеются, все радуются, и вдруг какой-то неожиданный переход от минора к мажору, от скорби к радости? Да, это одна из самых труднейших вещей. Вот прошел 21 год с момента, когда моя жизнь и жизнь моей семьи, всех нас, меня, наших четверых детей, моих родителей, конечно же, Аркашиной сестры, Аркашиной мамы, жизнь всей большой нашей семьи откололась в тот день и никогда не стала прежней. Я сейчас скажу, вы можете верить, можете нет, потому что я знаю, что это прозвучит очень странно. Я с этим так и не смирилась. Я так не то, что я не могу простить врагам, что они застрелили моего мужа. Я не могу просто в это до сих пор до конца поверить. Мне все говорили, вот пройдет время, пройдут годы, вот как-то начнется это, начнешь забывать, начнут тебя отпускать, боль будет утихать. Ничего этого не произошло. Я пыталась, я очень старалась. Я старалась жить дальше, я старалась идти вперед. Но невозможно, никто его не может заменить. Он был для меня лучшим другом, он был для меня любимым, он был для меня отцом моих детей, самым лучшим мужем на свете. Мы прожили 13 лет вместе. И вот этот вот переезд, алия, знаете, это очень часто разрушает семьи, когда всякие материальные проблемы, люди не могут устроиться на работу, не могут... Все это у нас было, как у всех. Были проблемы, были, знаете, как... В Израиле в тот момент концентрация музыкантов на душу населения превышала вообще все мыслимые. Было очень трудно музыкантам, а он был композитор, он был музыкант. Очень трудно было устроиться на работу. Вот эти все проблемы у нас были. Но все это нисколечко нас не... Оно нас только сплотило крепче. Вот что я хотела сказать. Кроме того, все наши дети рождались в Израиле. Мы очень любили Израиль. Нам было трудно, да, но эти трудности, они были как бы вне семьи, а внутри семьи мы были одно целое. И поэтому в тот момент, когда мне сказали, что вот это случилось, я не верила, не могла поверить очень долго. И когда меня повезли на опознание, я увидела его. И вроде бы как бы меня поставили перед фактом. Но еще потом много-много месяцев, может быть даже целый год, мне каждое утро казалось, что я... О, это был страшный сон. Это мне такой кошмар приснился. Аркаша, ты знаешь, какой мне кошмар приснился? А сейчас я вот открою глаза, а ты тут. И все это только сон. Вот это было очень долго. Я скажу вам так, старшие дети Аркашу помнят очень хорошо. Но младшенькая, которой было два года, и сын, которому было четыре, они... Младшая вообще практически знает папу только по видео и по моим рассказам. По тем съемкам редким и фотографиям, которые сохранились, а были они редкие, потому что у нас не было видеокамеры. Тогда еще не было у всех телефонов, вот этих смартфонов. Аркаша сам сниматься ужасно не любил. Он всегда из кадра убегает, когда нас друзья снимают. Снимали в основном детей. И вот в редких этих съемках, фильмах, которые я собрала тоже в один клип, снабдила Аркашиной музыкой, сопроводила Аркашиной музыкой. Этот клип тоже есть у нас на сайте. И называется он «Ведь это все любви, счастливые моменты» по фразе из песни Акуджавы. Да, это был канун праздника Курим. И Аркаша должен был играть в синагоге, только что построенной новой синагоге в нашем поселении. Он возвращался с работы, опоздал на автобус. Я тоже возвращалась из Иерусалима с работы. И позвонила ему, ты где? Он сказал, меня задержали. Он работал тогда в Министерстве образования. И меня, говорит, задержали на 10 минут. Я опоздала на автобус. Следующий автобус только через 2 часа. Я попробую найти попутку. Трэмп. Я сказала, хорошо, ну, в общем, мы тебя ждем. Он должен был со своими друзьями играть в этот вечер в синагоге, в новой синагоге поселения. Они должны были играть музыкальные шутки всякие к Куриму. Значит, они придумали, что такой концерт будет прямо в синагоге, и он будет, как музыка будет прогонять Амана. Не просто трещотками, там, дети, а что будет трубач, будет скрипач, будет каша на органе, на электрическом, и что вот они будут играть эти смешные всякие клейзмерские мелодии и прогонять Амана еврейской музыкой. Они репетировали долго, я все это слышала, с удовольствием предвкушали все, как это будет здорово, новая синагога, новый ансамбль, такой клейзмер-бэнд. И Аркаша очень спешил по этому домой, не только потому, что он просто всегда спешил домой. Он очень любил быть дома, он очень любил, когда вся семья собирается. Я в это время... У меня в печке были пироги, и я с детьми делала мишлахайманод. На столе у нас была бумага цветная, целлофан, корзиночки. Мы укладывали уимские подарки, которые у нас в поселении, все друг дружку любят и все знакомы. Поэтому поселенческие мишлахайманод – это не два мишлаха, а это не две посылки, а это превращается в такое некое стихийное ведствие. Потому что если мне люди принесли, я им тоже должна что-то дать. Я не могу так. И получается, что мне принесли 10 человек, я должна 10 подарков отдать, а мне уже еще несут 20. Значит, я заранее должна была приготовить, как каждый год, несколько десятков подарков для соседей. Поэтому пеклись пироги, поэтому одновременно все это происходило. когда мне начали звонить журналисты знакомые по работе и начали спрашивать, ты не знаешь, кого убили по дороге в Нагде. Стала сразу звонить на Аркашин мобильный телефон. У нас как раз тогда уже были мобильные телефоны, а он не отвечает. Я потом подсчитали, я звонила 55 раз. И телефон не отвечал, а потом постучали в дверь. Скажем такую вещь, очень важную. Вот вы послушайте меня. Действительно, вы же спросили, как праздник, Йом Ацмаут, День независимости, всегда наступает после траурного дня, поминального дня Йома-Зикаро. Я говорю, весь Израиль когда, то нет семьи, в которой кто-нибудь бы не погиб, вы понимаете? Или кто-то погиб на войне, или давно, или недавно, войн было много, или кто-то погиб, мирный житель в теракте. Это либо друзья, либо родные, либо ближайшие соседи. Нет семьи, в которой кого-нибудь не вспоминают. И вот мы все вспоминаем, мы плачем, мы молимся вместе, мы поём, мы друг друга поддерживаем. Наступает вечер перехода, когда сначала приспущенный флаг. В каждом городе состоится церемония зажигания факелов с приспущенным флагом, что все вспоминают, тех, кто завоевал нам свободу. А потом начинается салют, праздник, все должны веселиться, и целый день независимости, все жарят шашлыки, едут в гости, поздравляют друг друга, там всякие израильские смешные обычаи, не буду тут перечислять. И как бы вот как бы это даёт какой-то катарсис, потому что жизнь-то продолжается, да, мы помним, но мы идём дальше, мы продолжаем жить. И наши дети, они, вот мои дети, они сходили в армию, они все выросли, они создают свои семьи. Самая большая заповедь это быть радостным. Митсва Гадойля льёт бессимха, да? Это ведь абсолютная такая формула, которая совершенно непонятна человеку, не соблюдающему еврейский образ жизни. То есть, вы понимаете, какая штука? Вот мы сидим шиву. Наступает шаббат. Нам надо прекратить траур, садиться за праздничный стол, поднимать кедуш, а если праздник, нам тоже надо всё прекратить и начать праздновать, а потом вернуться к своему к своему трауру. Что это? Это самая трудная заповедь в иудаизме. Радоваться, когда это повелел Всевышний. То есть, получается, что человек может действительно радоваться даже такой чрезвычайно трудной ситуации? Мне велели, и я должна. Я в Курим, я перед Куримом еду на кладбище у нас, Аскара, я приезжаю, и вокруг все веселятся, и прыгают, и радуются, и я не имею права как бы нарушать их радость, потому что это радость всего народа. Вы понимаете, какая огромная это внутренняя работа, когда ты должен, обязан, обязан соблюдать праздники. Но получается, если вы обязаны, значит, вы можете, то есть, мы могли бы сказать, что чувства мы не можем приказать, и это невозможно, это выше человеческих сил. Вот, вот, еще раз, человек неверующий скажет, что это невозможно, и что это выше человеческих сил. А человек верующий, что все от Всевышнего, что все дано нам как испытание, и мы обязаны эти испытания принять, пройти через них. Если мы вспомним нашу историю еврейскую, как жили наши праотцы и праматери, и как жили наши герои еврейского народа, ни один из них не жил легкую жизнь, прадед Авраам жил легкую жизнь, никого, кого вы не возьмете, в Танахе герои еврейского народа всегда подвергались тяжелейшим испытаниям, а потом должны были все равно радоваться. Яков Исраэль потерял любимого сына, и только в конце жизни узнал, что он жив, здоров, и даже стал вторым человеком после фараона. Вы понимаете, вот эти все вещи, если их вот так вот посмотреть, Всевышний, он не испытывает плохие, как говорят, плохие сосуды, плохие горшки, горчешник по ним не бьет, он видит, что там трещина, и он разобьется. Он проверяет только цельные, хорошие горшки. Я вам еще больше скажу, когда это все произошло, меня мучило, почему, почему погибают самые лучшие, почему погибают самый цвет еврейского народа. Я каждый раз думаю, Господи, только сделай так, обращаясь я к Всевышнему всегда с одной и той же молитвой, пусть этот теракт будет последний, пусть эта война будет последней, пусть наступит уже мир, мы же все время молимся о мире, мы хотим мира, мы действительно его хотим, поверьте. Но, поскольку мы окружены врагами, как хижина, хижина в горящем лесу, островок, островок, вот любви и света среди врагов, понимаете, это Израиль. А мы на протяжении тысячелетий и в Минске, и в Москве, где бы ни были, ведь говорим на следующий год в Иерусалиме, а здесь... Да, я вам больше скажу, вы знаете, моя прабабушка была очень верующая старушка, и у нас в семье говорили, что она ку-ку, потому что мы, когда к ней приходили в гости, это, конечно, в субботу было, мы как приедем с дедушкой и с бабушкой к ней, а у нее свет везде горит, и она говорит, не выключайте, не выключайте, мы не понимаем, почему не выключать, бабушка, светлый день, почему у тебя горит свет? Ну, в общем, и вот она, к ней приходили поздравлять ее другие такие же старушки, верующие с Песохом, она пекла сама макцю, она им раздавала, и она всегда нам... Мы приходили, говорили, бабушка, сегодня еврейская Пасха, она говорила, да, вот, и говорила, в следующем году в Иерусалиме, говорила она по-русски, потому что мы, хотя она по-русски плохо говорила, с акцентом, но чтобы мы поняли, и мы тоже думали, в каком Иерусалиме бабушка, а она говорит, в нашем. Ну, совсем бабуля поехала. Ну, мы так, понимаете, да, я была старшая внучка, мне было 16, правнучка, мне было 16 лет, когда баба Роза умерла, но я до сих пор помню вкус ее еды, удивительный, и как она пекла сама Матсу круглую, и как это все она умела делать, говорить, и как она верила, что мы будем в Иерусалиме. Я не живу в Иерусалиме, я живу в 15 минутах от Иерусалима, но я всю жизнь в Израиле, все эти годы работаю в Иерусалиме. Вот так получается. На работу едем в Иерусалим, всегда, когда подъезжаю к Иерусалиму, у меня всегда баба Роза, вот ты не видишь, а мы в Иерусалиме. И мы желаем друг другу не только на следующий год в Иерусалиме, но и говорим Берушалаем Габнуя. Да, сейчас мы говорим, поскольку мы уже в Иерусалиме, мы говорим Берушалаем Габнуя, в Иерусалиме отстроенном, в Иерусалиме, в котором будет храм. В котором будет отстроен храм. Я хочу благодарить вас, Амириам, потому что вы своей жизнью и своим героизмом строя свою семью, строя свою семью, несмотря ни на что. Вы вырастили детей, которые построили свои маленькие храмы, потому что каждая семья – это храм. Я хотел бы предложить, чтобы мы вместе с вами услышали музыку вашего замечательного мужа благословенной памяти, посвященную Иерусалиму. Создал эту музыку ваш муж. Своей домашней студией. И картинки, которые в этом клипе я использовала, с любезнейшего разрешения нашей подруги, великолепной художницы, которая живет в Цфате, в святом хазидском городе, живет Маша Орлович. Она репатриантка с 91-го года, совершенно потрясающая художница. Она мне подарила вот эти картины и разрешила их использовать в клипе «Видение Иерусалима». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!